Всем привет! В сегодняшнем видео я решила рассказать о косметике, которую я разлюбила. Не знаю, почему мне захотелось, но у меня долгое время хотелось рассказать об этой косметике. Я буду говорить о косметике, которую я несколько раз покупала снова и снова, либо трепетно и сильно любила, а потом вот как-то так прошла моя любовь. Начну я с вот этого средства, CC-крем от бренда Bourjois. Этот тюбик у меня либо четвертый, либо пятый, я не помню. Но я уже им не пользуюсь, он просто лежит последний, как напоминание о том, что не надо больше их покупать. Дело в том, что начала я знакомство с этим средством, блин, я не знаю, на заре своего косметического маньячества. И я хотела CC-крем, я появилась. О, CC-крем. Значит, что я могу сказать? Это средство хорошо всем, просто всем. Оно подстраивается под свет лица, оно отлично перекрывает, оно хорошо сидит. Вообще все, все супер. Но есть одно огромное «но» – отпечатывается. Отпечатывается так, что просто невероятно. Вообще у Bourjois тональные средства практически все отпечатываются. Это типа их свойство такое, да? Но это средство отпечатывается просто максимально. Ну, я не знаю, я просто не представляю вообще, что может отпечатываться еще сильнее, чем это. В первое время я пользовалась, и я любила это средство, я добила, я даже, по-моему, два тюбика, что ли, добила. Но потом я решила, что не, я не буду больше покупать, потому что отпечатывается, и у меня на одежде отпечатывается, на всем просто отпечатывается. То есть, получается, что носить точно не летом нельзя, потому что воротники, все это, в общем, везде будет отпечатываться. Поэтому я решила, ладно, больше не буду покупать. Прошло время, я подумала, ну, блин, он же мне так хорошо подходил по цвету. Я купила еще раз. И вот опять же, та же самая история повторилась. Я его возненавидела заново из-за того, что он отпечатывается. И вот этот последний я купила, потому что я, опять же, в одном из предыдущих видео я рассказывала про аджастеры. Это вот было время, когда я там что-то подстраивала себе тоналки по-всякому, и я вспоминала, как же он мне круто подходил. Это оттенок 32-й, хотя я все-таки думала, что он немножко мне темноват. Ну, все равно он подстраивается, на самом деле он смотрится хорошо. И я думаю, нет, я давай-ка его возьму, и проблем не будет. Но проблема-то с отпечатыванием. Я была уверена, что если я буду его хорошенечко закреплять пудрой, и если я его буду хорошо закреплять спреем, то он, ну, хотя бы не так сильно будет отпечатываться. Но на самом деле нет. Он отпечатывается все равно. То есть ничто его не остановит, и он будет отпечатываться вообще всегда и везде. Он очень жидкий. Может быть, им можно было его сделать пипеточным. Он прям течет. Он прекрасен, но, блин, он так отпечатывается, что это просто невыносимо бесит. И все, я его из-за этого, я не знаю, что сказать. Я его, наверное, да, разлюбила. Вот такие вот мутарства. Еще один тональный от бренда Буржуа, тоже из этой серии. Это вот CC-крем 1, 2, 3, а это просто тональный крем 1, 2, 3. А, я забыла еще сказать. Здесь ведь SPF 15. Это у меня оттенок 51. Какое-то время он сидит на лице прям вообще идеально. Ну, вообще идеально. Просто потрясно. Так круто. А потом как будто бы раз, вот 7 часов. Прошло 7 часов, и все. И он перестает быть таким прекрасным. И вот, я не знаю, как-то так получилось, что я сначала прям вот так нахваливала. Я вот реально говорю, что если его нанести, как только вы его наносите, он ложится так хорошо. Он так хорошо сидит. Он прекрасный просто. Но потом вот это вот 7 часов, не знаю, у меня 7 часов, и как будто бы произошел щелчок, и все. Это как будто бы не тот тональный на твоем лице. Он перекрывает он средне, но тут он как будто бы нифига не перекрывает. Ну, в общем, и вот я решила, что что-то я... Последний раз, когда я его купила, это у меня, наверное, третья, третья баночка. Я решила, что, наверное, нет, все, не буду я его покупать. Что-то он меня вот немножко расстраивает, когда его начинаешь долго носить. Но, если сравнить его по отпечатываемости, он немного отпечатывается. Не так, конечно, как этот. Совсем чуть-чуть, то есть можно спокойно носить. И, знаете, я бы, может быть, к нему бы и вернулась, если бы там особого выбора другого не было. И нужно было бы купить, там, я не знаю, может быть, я бы его еще и купила. Но то чувство, которое у меня было к нему изначально, прошло, и я все-таки скажу, что да, я его разлюбила. Следующее средство тоже тональный. Вот с тональными, наверное, такое чаще происходит, потому что, наверное, кожа постоянно меняется, да, там она с возрастом меняется, из-за ухода меняется. Я думаю, что, наверное, потому у меня так с тональными. В общем, третий тональный, я уже о нем говорила, это Catrice HD. Я имею в виду, что я не просто о нем говорила, я уже говорила, что я его разлюбила. Ну, как, это у меня четвертая, по-моему, баночка, и я ее не добиваю, потому что нет. Потому что, вот все, не люблю я его. Мне не нравится, как он смотрится на лице. Раньше я его очень любила. Причем, это было не так давно, как, например, вот это средство я любила и хайпила. Ну, кстати, очень долго я его все равно продолжала покупать. Это было совсем недавно, и я его прям сильно любила, и баночки эти у меня заканчивались быстро. И я думала, что все, мне больше не нужен никакой другой тональный. Но сейчас, когда я его наношу, он мне не нравится. На самом деле, вид точно такой же. Наносится он точно так же. Все точно так же. Но мне это не нравится. Мне не нравится теперь то, что нравилось раньше. То есть, мне не нравится, как он плотно сидит. Мне не нравится, как он ведет себя вокруг рта. А раньше я считала нормально. Ну, да, не знаю, вот такая вот тема. Я думаю, что это из-за того, что я попробовала еще какие-то тоналки. Еще там, ну, не знаю. Я думаю, что это все просто постепенно пришло с каким-то опытом. И мне перестало нравиться, как он сидит на моем лице. Даже если наносить его совсем-совсем чуть-чуть, он все равно хорошо перекрывает, конечно, да. Все равно мне этот вид не нравится. Он западает носогубки. Он может вокруг рта отслаиваться. Если ты чуть-чуть спотела, там, ну, что хочешь, все равно он будет отслаиваться. В общем, я решила, что нет. Что-то он мне больше не нравится. Я его больше не буду покупать. Вот какая-то такая вот тема. Я просто его по-другому стала воспринимать. Я не говорю, что он плохой. Это просто вопрос восприятия. Потому что, ну, вот мы такие вот разные. Мы все по-разному все воспринимаем. Представляете, как я, блин, поменялась. Вот я не знаю, что будет дальше. Дальше консилер. Я не скажу, что я его прям разлюбила. Это консилер от MAC, который называется Pro Longwear, да? Да, он называется Pro Longwear Concealer. Почему вообще я решила о нем сказать? Дело в том, что я его очень сильно любила. Очень сильно любила. И вот полгода, пока я им пользовалась, я его обожала просто. И я была уверена, что я буду его еще и еще раз покупать. Но тогда у меня какой-то был еще консилер. И я решила, что добью я его. По-моему, катриск-амуфляж. В общем, я решила, что я его добью. И повторно его куплю. Но за это время у меня еще появились. И в итоге я поняла, что есть консилеры, которые не хуже, чем он. Даже, может быть, такие же и, может быть, даже немного лучше. Но дело вообще в другом. Дело в том, что этот консилер очень значимый для меня. Я на его примере научилась по-разному пользоваться консилерами. То есть я поняла, что их можно наносить и так, и эдак. Ну, то есть их одни консилеры можно наносить пальцем, и будет один эффект. Другие можно наносить кистью, и будет другой эффект. То есть всегда все по-разному. То есть он меня как бы научил пользоваться консилерами. И так я поняла, что, в принципе, очень многие консилеры можно под себя построить. Даже если они не совсем подходят, ты можешь как-то все равно, в общем, выкрутиться. Поэтому он очень значимый в этом плане для меня консилер. И он очень хороший. Я считаю, что он действительно очень хороший консилер. Но есть вот этот вот минус. У него всего лишь 6 месяцев срок после вскрытия. К сожалению, я кремовые продукты не могу превышать по срокам. Но посмотрите, вот я им пользовалась каждый день в течение 6 месяцев. И у меня еще вот столько осталось. И как-то кажется обидно, блин, всего лишь 6 месяцев. Поэтому я предпочла в итоге другие консилеры, у которых хотя бы год срок. Или хотя бы объемы поменьше. Ну, там еще, естественно, цена имеет значение. Поэтому вот я перестала так сильно хайпить. Но вот было время, что я прям, да-да-да, я нахваливала. Он показывает себе с очень хорошей стороны. Вот, но из-за того, что он немного сложный в использовании, вот именно из-за этого я научилась по-другому пользоваться консилерами. Так, у меня все еще продолжается лицо. Следующий консилер. Следующий консилер. Не совсем консилер. Это, наверное, корректор. Это NYX Dark Circle Concealer Corrector. Я вот не знаю, как правильно начинать. А, ну тут вот корректор, значит, надо читать все-таки консилер. То, что по-английски. А корректор это что-то по-французски. В общем, это вот такая оранжевая штучка. У меня эта штучка вторая. И, видите, тут еще очень много осталось. Хотя тоже я много использовала. У меня был первый консилер, который я полностью вообще закончила. И второй я нашла с трудом. У меня уже там вообще оставались крохи в первом. И, наконец-то, я все-таки его нашла. Почему-то вывели его из подружки тогда. Сейчас, я думаю, тоже его нет. И в корнерах я тоже не могла найти именно этот оттенок. Оттенок 02. Это вот такой персиковый, как бы, я не знаю, оранжевенький. Он до сих пор мягкий, хотя он у меня вышел по всем срокам. Я его храню. Вот такой вот оранжевенький оттенок. И его я наносила под глаза, естественно, растушевывала. Совсем чуть-чуть наносила, растушевывала. И сверху наносила еще консилер. Это, кстати, было до того, как у меня появился вот этот вот консилер. Потому что тогда он решил вообще все мои проблемы. И мне уже больше не нужен был этот самый консилер от NYX. Ну и, в общем, я тогда жила себе счастливо, пользуясь этим консилером. И покупая разные другие бюджетные консилеры. Мне казалось, все супер. Меня совсем это не парило, что нужно там, типа, заморачиваться, наносить, там, разносить. Потом сверху консилер. Меня это вообще не волновало. Я была счастлива и очень рада. Но потом я поняла, что он не нужен мне. Что я могу с помощью консилера, например, вот этого и потом остальные другие у меня были консилеры. Я могу добиться того самого покрытия, которое мне нужно. Я просто стала не обращать внимания на консилеры, у которых недостаточно покрытия. Просто перестала их покупать. Ну и поэтому я его так и не добила. И все, он у меня закончился по срокам. И вот так все, он мне больше не нужен. Я больше его не покупаю, мне он... Ну, то есть, не то, чтобы я его прям разлюбила. Он мне нравится. Что касается его вообще свойств, это, конечно, не такая простая штучка. И я не могу сказать, что он супер такой супер. Он достаточно сложный. Его надо наносить совсем мало. Если его нанести чуть больше, он будет забиваться в складки, он может сушить. Он сложный, да? Ну, говорят, что у Бэка такое же средство намного сложнее, чем у Никс. Ну, не знаю, возможно. Я не пробовала у Бэка, потому что я уже тогда решила, что зачем мне вообще такое средство нужно. То есть, с ним нужно немножко повозиться, вот это вот пальчиком нанести. Ля-ля-ля. Я думаю, что по идее, может быть, в случае, если у меня будут серьезно темные круги под глазами, и даже плотные крутые консилеры мне не будут помогать, может быть, и можно было бы им пользоваться. Но я думаю, что можно обойтись, и все нормально будет. Кроме того, вообще, знаете, если вот прям сильно темные круги под глазами, то мне кажется, что ничего не помогает. Таким образом, все, больше мне не нужно это средство. Я могу сказать, что я его разлюбила. Дальше вот такое средство от Physicians Formula. Это пудра с SPF 30. Она относится к серии Mineral Wear. И это вообще офигенная упаковка. Посмотрите, какая футуристичная, я не знаю, напланетянская упаковочка. Тут, значит, вот такая вот, значит, вот такая крышечка, она у меня заела тут, блин. Вот эта крышечка. Тут находится кисточка. Она жесткая, но я все равно здесь храню ее, потому что это прикольно. Вот. И тут, представляете, какая конструкция. Ты вот так вот открываешь вот эту крышечку. Сейчас, я думаю, будет. Сейчас был взрыв. И внутри вот пудра. Ну, и можно вот это вот тоже снять. То есть, я не знаю, почему у меня столько высыпалось. Я, в принципе, ей практически в туалет уже не пользовалась. Ладно, я ее закрываю назад. Я вся в этой пудре сейчас. Купила я ее из-за того, что... Ну, это, в общем, SPF. Тема SPF из-за SPF. Я купила. Я ее заказывала на iHerb. Значит, из-за SPF 30. И что скажу. Значит, ну, я реально была счастлива, потому что она клево ложится, клево сидит. Не перекрывает, но дает действительно какой-то SPF. Я была уверена в этом. И она немножко как будто бы сияет. Ну, в общем, хорошая пудра по всем вообще параметрам. Кроме одного, она капец как окисляется на SPF. Капец просто. Я не знаю, как это еще назвать. Вообще, многие средства окисляются на SPF. Пудры вообще, 100% многие пудры окисляются поверх SPF. Вот. А это пудра, в которой SPF. И если ее нанести на средства с SPF, она окисляется. Ну, и вот как бы, блин, ну и как? Ну, то есть, ты пудра, да? В тебе, типа, есть SPF. Но мне недостаточно, ты пудра. Я не знаю, вот в пудрах SPF работает не так сильно, не так хорошо она, не плотно. Я не знаю. Это вообще, может быть, даже не работает вообще в пудрах SPF. Я вот как-то с этим, не знаю, еще не успела выяснить этот момент. Но я как-то не очень доверяю в этом плане пудрам. А раньше, вот когда я ее купила, я думала, что да, SPF тут работает. Ну, в общем, если нужна защита от солнца, то нужно нормально себе нанести SPF, чтобы SPF был везде. То есть, SPF и как отдельный SPF, SPF и в базе, SPF и в тональном, и SPF и в пудре. Пусть, ну, блин, она окисляется, и все это становится оранжевым, и как это носить невозможно. Поначалу, когда я ее пыталась использовать так, само по себе, то было нормально. А потом я стала замечать, что, блин, она так окисляется, что это просто невозможно. И, в общем, я ее перестала использовать. И вот эта вот футуристичная у меня штучечка тут вот находится, хранится. Я ее не хочу выкидывать пока. В общем, она мне очень нравится как упаковочка, и она мне нравилась изначально. Если бы не окисление, то можно было бы, конечно, как-то жить. Я не знаю, носить зимой или когда ее носить, блин. Может быть, и зимой ее носить, когда тебе не нужен SPF. Ну, у меня много все равно средств, в которых есть SPF. Я вот даже не знаю. Сейчас я вот пользуюсь. Сейчас на мне что на мне? На мне все равно средства с SPF. Я не знаю. Ну, вот как-то никуда не денешься. SPF все равно есть. Ну, и под конец этого видео будет вообще эмоциональнейшая часть, потому что я буду говорить о палетках теней. Об этих палетках теней от бренда Sleek. Печаль. Печальная, но я о них все равно скажу. Эта палетка одна, которая называется Force of Nature. Это лимитка. И вторая палетка, которая называется Ultramat V2. Ну, то есть ультраматовый том 2. Печальная история заключается в том, что когда-то это было мое вообще сокровище. Я считала эти тени вообще самыми лучшими тенями на Земле, на свете, вообще во Вселенной. Я считала, что не может быть никаких других теней лучше, чем эти. Но, к сожалению, я их потихонечку разлюбила. Ну, как бы я все равно к ним испытываю очень теплые чувства. Я их не хочу никому отдавать, но я ими не пользуюсь. Ну, практически не пользуюсь. То есть я не знаю, какую сейчас взять, наверное, начну с вот этой. Все вообще было как? История такова. Когда я начала прямо нячить по косметике, я хотела себе тени, знаете, такие вот насыщенные, матовые. Именно матовые, потому что я тогда как раз узнала, что у меня нависшая века. Большую часть жизни жила, красилась и не знала, что у меня нависшая века. А тут я узнала, и я хотела матовые, которые будут цветные и насыщенные. Я стала, значит, покупать какие-то там однушки, и что-то вообще было все не так. Я не могла их нормально не растушевать, ничего. Это все были типа, знаете, как это, набивные. Да, то есть для наслаивания такие тени. И я узнала, что есть слик. Я тогда их заказывала. Тогда они у нас продавались просто в интернет-магазинах. Я, в общем, заказала в интернет-магазине. И я сошла с ума просто по поводу этой палетки, потому что все тут так тушуется. Ну, давайте я вот сейчас посвочу. Посвочу эту прелесть. Я все равно к ней испытываю неземную любовь. Давайте еще вот этот вот оттенок. Я еще про них расскажу. Тут есть что рассказать. Ну, как же, ну, как же. Ну, в общем, смотрите. Вот оно, как все это дело наносится. Достаточно неплохо, достаточно ярко, но достаточно сложно. Все равно эти тени сложновато тушевать. Есть еще один минус у них такой. Они по чуть-чуть отсыревают. Я не замечала такого ни в каких других своих тенях. Тени у меня другие не отсыревают. Они остаются такими же, абсолютно такими же. Вот эти отсыревают. Я периодически снимаю верхний слой. Если особенно я хочу именно краситься. Это редко происходит, но иногда я хочу именно краситься. Я снимаю верхний слой и тогда крашусь. Если не снимать верхний слой, то вот он получается такой залипающий. Вот я сейчас, кстати, не снимала, и я вижу, что вот они достаточно такие залипающие. Чуть сложнее их тушевать. В целом, они тушуются, да, и яркие, и можно наслоить, и много чего можно сделать, но нужна возня. Вот в этом и минус. И вот эта вот вторая палетка, которая называется Force of Nature, которая, мне кажется, она более такая ежедневная, что ли. Это лимитка, видите ли, здесь есть такие вот нейтральные оттенки, ну и вот тут фиолетовые. Вот я, наверное, ей все-таки больше красилась, но те же самые у нее свойства, которые и вот в этой палетке. Есть еще один минус, это вот оттенок, вот этот вот оттенок, который называется Maple, который красный. И вот я его сюда вот нанесла. Это какой, как вы думаете? Это вот этот, да? Посмотрите, они немного отличаются. На мне он чуть-чуть как будто бы холодней, а здесь он потеплей. На глазах он вообще холодный. На глазах он становится прям реально холодным, и это печаль. И ты думаешь, такой красивый оттенок, а ты его не можешь носить так, как ты хочешь. Так что вот в этом смысле тоже немножко сложно. Многие, знаете, как бы после вот этого хайпа вокруг этих теней, начали ругать эти палетки, начали ругать тени слик, и говорили, что они отстой, фигня и все такое. Я вообще так не считаю. Единственное, я считаю, что для них нужно чуть больше времени, да? Нужно с ними повозиться. Они красивые, и с ними красивые получаются макияжи. Но действительно нужно чуть-чуть повозиться. Сейчас мы люди искушенные. Сейчас у нас есть тени, которые раз-два и растушевались. Хотя, вы знаете, вот я сейчас после челленджа с палеткой Morphe, и я столкнулась с тем, что там тоже нужно нормально так повозиться. Поэтому мне вот сейчас так, тем более, не кажется, что с этими палетками вот что-то не так, знаете. Поэтому вполне они себе неплохие. Но нет у меня вот этого трепета и этой безудержной любви, которую я к ним испытывала. Знаете, я когда-то давно писала на сайте L-Box. Блог там был такой L-Box. Мне кажется, до сих пор существует, но я чуть-чуть как-то их не смогла найти. И я там писала, и у меня была статья про эти палетки. И статья была палетки, которые стоят всей моей косметики. Так я обожала, обожала я эти палетки. И мне реально казалось, что лучше быть не может. Ну, на тот момент, мне кажется, что да. На тот момент, я не знаю, были ли у какого-то другого бренда такие же яркие палетки, такие же яркие матовые, именно матовые тени, которые можно было вот по-всякому тушевать, да, повозиться. Но можно было растушевать. Все же, мне кажется, что они были тогда, тем более, если говорить о бюджетности, да, то есть это все-таки еще и бюджетный тень, то есть тогда это все-таки было действительно круто. Ну, вот потихонечку у меня чувства прошли. Напишите, пожалуйста, есть ли у вас такая косметика, которую вы долго любили, покупали постоянно, а потом раз и разлюбили. Вот так вот мы периодически сначала любим что-то, потом не любим. Вот так и у меня сложилась такая картина. Я надеюсь, что такое будет происходить не часто, все-таки за 4 года серьезного бьюти-маниачества. У меня не так много накопилось продуктов, которые я сильно любила, а потом, вот, блин, взяла и разлюбила. Вот на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, ставьте дизлайки, если оно вам не понравилось, но подписывайтесь в любом случае. Всем спасибо за внимание. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok